Может обзор на Тиндер? Попроси их позвонить в Тиндере. В общем, пару минут назад Андрею пришло сообщение на почту. Скриншот этого сообщения вы видите у себя на экране. Видеоролик без каких-либо объяснений удалили с канала, при этом не дав ему страйк. Просто удалили. Чтобы вы понимали, Ютюб никогда так не делал. Если удаляется видеоролик, дается страйк. Если бы сейчас был третий страйк, канал Андрея заблокировали и ему пришлось бы полностью все создавать по-новому. Это какой-то пиздец. Я появляюсь в трех твоих видеороликах и тебе их удаляют. Как такое возможно? Может мне выйти из кадра сейчас? Может быть это из-за меня? Это какая-то ебаная шутка. Реально, мне начинают казаться, что в Ютюбе работают челики, которые не хотят, чтобы я добил этот гребаный миллион. Просто я-то и угораю. Типа, очередной ролик пандоса. Давайте кинем страйк, блядь. А что нам сейчас снимать? Может обзор на киндера? Я не совсем понимаю, какого рода контент можно снимать. Стоп, у меня маленькая волына в кадре. Ну все, Ютюб, смотри, волына, блядь, подумает, что мы, блядь, стреляем нахуй тут. Блядь. Пиздец. Они точно тебе не удалят ролик за то, что у тебя всего лишь один черный в кадре? Не, ругайся матом, пожалуйста. Я не знаю, у меня просто сейчас пришло это сообщение, я просто в полном шоке. Не, я охерел. По мне это был, блин, ну очень топовый ролик, один из самых смешных, абсолютно безобидный. Просто много угара, понимаешь? Если сейчас вот просто залететь, даже не в тренды, а просто на любую страничку Ютуба, там можно найти кучу всякой дичи, которая там а-ля не по правилам Ютуба, понимаешь, нарушает принципы сообщества. При этом, да, они все сообщили, вот типа удаляют видеоролик, как бы ты нарушил принципы сообщества, но при этом по пунктам не расставляют, что, где, когда, в какой тайм. Никакой конкретизации вообще абсолютно. Раньше, помнишь, была такая штука, если ты, типа, используешь авторские треки, они отключают монетизацию и потом показывают, ты можешь посмотреть, в каком отрывке, типа, вот этот авторский трек был. Почему нельзя сделать так же, типа, ну камон, окей, типа, ну если вы не хотите, чтобы человек допускал там а-ля ошибки какие-то, выткните носом, покажите, что так делать, типа, нельзя, все, камон, этих ошибок не будет, что за бред. Они просто тупо берут, всех под общую грибонку загребают и все. А ты потом сиди и думаешь, типа, что делать, а какой контент не снимать, пойду выпью кефира, а хотя нет, вроде же он алкогольный. Там есть процент, там нет. Типа, да, понять за что, почему и как, вообще хуй знает. Первый ролик, который мне удалили, это ролик, где мы тупо смеялись над видосиками. Что они там углядели, я хуй знаю. Камон, если что, вы эти видосики наверняка взяли с ютуба, которые в открытом доступе были. Да, в открытом доступе. И притом, при всем, у этих видеороликов было по миллиону, по два миллиона просмотров. Мы специально выбирали хайповые видеоролики, типа, два миллиона просмотров, значит, там точно есть что-то смешное, поэтому мы это точно возьмем, ну, типа, в контент. Следующий ролик, который удалили, это раньше было лучше. За что? А что там? То есть, они против ностальгии? Или, камон, сейчас существует много новых игр, нахер вы играете в стальёк? Ребята, следующий ролик, который выйдет у меня на канале, я буду просто 10 минут сидеть, смотреть в камеру молча. Мне кажется, это максимально безобидный контент, который подходит вот именно для ютуба. И что дальше снимать, я реально не знаю, Дима, мне уже страшно загружать ролики, у меня уже фобия, знаете, появляется такая. Подожди, нет, шорты не слишком короткие? Да, да, вдруг слишком короткие шорты, блядь, не-не, ну, типа, да, пониже спусти, вдруг, мало ли, подумай, что это эротический контент. Да, 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 подумай, что... Порнография какая-нибудь. Да, да, пригласили тут загорелого молодого человека, чтобы он всех развращал. Ээээ... Чураки, я не знаю, напишите в комментариях, что надо... КС ты не поснимаешь, ПАПК не поснимаешь, там убийства... Да, там кровь... Там красная жижа, которая выходит из людей, когда они получают рану. Нельзя напрямую говорить, что это убийство. Да, поэтому там есть такие приспособления, которые выпускают железные штуки, которые могут нанести вред... Мы открывали ПАПК, может, стоит открывать киндеры, как вариант. Давайте замутим. Киндеры? Да. Пак опенинг? Киндер опенинг. Киндер опенинг. А какой челлендж? Аааа, мы возьмем специальный набор, а есть набор, там, допустим, из Шрека. И кто вытаскивает осла, всем говорит какой-то нехороший человек. Вот просто... Ты дурак! Да, да, ты дурак. Но в конце, в конце обязательно нужно пожать ему руку, чтобы не обидеть его морально-нравственно, чтобы он не страдал, и чтобы все у него в жизни было хорошо. В нем нарушаются наши правила в отношении товаров, на которые распространяются специальные законы. Есть подозрение, что это было из-за того, что мы... Стоп. Паровой коктейль, который был воссоздан с помощью графики. Да, и которому мы случайно причинили вред. Вообще, это была постановка YouTube. Блядь. Мы специально все это сделали. Это была авторская задумка для того, чтобы попасть в тренды. Именно. Создание видеоролика было создано специально нашими экспертами, согласовано с юристами. И обязательно нужно сказать, что абсолютно все совпадения случайны. Самое забавное, я подписан на, блядь, ну как минимум на 5 кальянных каналов. Запекаешь. Не ругайся. Ой. На каналы, где используются паровые коктейли. Я подписан на эти каналы, и у них регулярно выходят видосики, и все круто, никого не зашли. И где наверняка они продвигают свою продукцию, наверняка рекомендуют что-то, правильно? Наверняка зовут тебе в горусти. Я не знаю, я делаю максимально развлекательный контент без какого-либо негатива. Может они посчитали, что лещи это слишком жестко, я не знаю. Какой контент, может мы, блядь, не знаю, пену они засчитали как за какой-то товар, который, блядь, запрещает. Который мы а-ля продвигаем? Да, мы продвигаем пену, я не знаю. А может быть, татуировки запрещены? Давайте, братцы, сломаем реально кнопку лайка, взорвем... Нет, ничего мы взрывать не будем. Просто давайте каждый, кто сейчас смотрит, максимально по-братски вас прошу, жмите на кнопку лайка, если вам такого рода контент вообще по душе, если он вас никак не обижает, если вы довольны и испытываете только самое прекрасное ощущение. Я не знаю, стоит ли сейчас колу поднимать в камеру, мне страшно, поэтому я отодвину колу и выпью вот так вот. И обязательно напишите в комментариях хэштег YouTube против панды, чтобы это увидел Google, хотя, скорее всего, хотя нет, скорее всего, себя мониторят. Да, YouTube против, блядь. Ну что снимать? Я реально, я не понимаю. Ой, я почесал яйца, блядь. Ну все, признаю. YouTube не подумал, что это у меня член стал, ну типа, мало ли. Ты знаешь что, подпиши, это коленка, я спрел. Это коленка, да. В общем, как-то так, ребята. Ну, в общем, ребята, вот такая ситуация, я вахую, не знаю, что говорить, не знаю, в общем, что делать, что записываю. Ну, в полном недоумении, братцы, вот вы можете, как наши братишки, как наша гвардия любимая, мы вас любим и обожаем, вы можете просто взять и поддержать, как говорится. Это все тут просто не попишешь, ничего иного тут не дано, братан. А мы пойдем продвигать товары, которые нельзя продвигать на YouTube, блядь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.